Радиостанции «Бизнес.ФМ», телеканал «РБК» и деловой журнал «Статус» представляют совместный проект «Вышельника». По данным исследовательской компании «Франк Ресердж Групп», Альфа-Банк вошел в топ-5 банков по объему выдачи ипотеки. Сегодня банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Ставки уже снижены до 7,99%. Как Альфа-Банк работает с кровосчетами? Какую недвижимость можно приобрести, используя коммерческую ипотеку? И насколько сегодняшняя ситуация на валютном рынке устраивает участников ВЭД? Ответы на эти и другие вопросы в специальном проекте «Высшая Лига». Добрый день, с вами Юлия Дорн, это проект «Высшая Лига» и сегодня гость нашей программы региональной управляющей Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Давайте с самого актуального начнем. Нефть падает, доллар растет, рубль падает. Вот все эти колебания как отражаются на российском банковском секторе? Какие тенденции будут в этом контексте превалировать в ближайшее время? С одной стороны, ситуация тревожная для всех, для наших клиентов в первую очередь. С другой стороны, любые такие движения на рынке являются временем возможностей. И на самом деле мы в текущей ситуации предоставляем полный инструментарий, чтобы эти возможности реализовать. Я бы здесь, наверное, сказал более глубоко в плане причин. И все мы понимаем, что одна из причин – это ситуация с коронавирусом. И мы вот с утра обсуждали тоже, на самом деле, наша стратегия безбумажного банка в смартфоне позволяет полностью решить свои финансовые проблемы, не выходя из дома. Не подвергаясь никаким опасностям. Не подвергаясь рискам, да. Платежи, понятно, кредиты можно получить, тебе могут карту привезти на дом, если ты захотел перевыпустить. Разместить депозиты, купить инвесты, валюту купить на Форексе, на бирже поменять. Тоже тема была актуальная, потому что, когда ситуация возникла на выходных, люди, тем не менее, могли в Альфа-мобайле совершать эти операции, у кого там было такое желание. Мы, на самом деле, сейчас, наверное, больше с тревогой ожидаем действий Центробанка, потому что понятно, что если ситуация будет на валютном рынке выходить под контролем, то возможно повышение учетной ставки, да, и, как следствие, там весь рынок пойдет вверх. Поэтому максимально советуем нашим клиентам завершить все свои кредитные сделки, которые планировали и физлица, и юрлица, и, в частности, там, ипотечные сделки. У нас очень, там, большой лист ожиданий клиентов. Пока вот ситуация еще там никуда не двинулась. Вот, поэтому всем советуем свои потребности текущие закрыть, и ставки у нас не повышаются, да, ипотеку мы даем под 7,99. Потребительский кредит у нас акция под 7,77 можно получить до 5 миллионов. Поэтому банк в этом направлении пока ничего не поменял на сегодняшний момент. Но рост оставок вы при этом не исключаете? Ну, если ЦБ поднимет, конечно, весь рынок поднимется. Отлично. Вот давайте теперь к темам уже не столько горящим, но тем не менее острым. С 1 июля прошлого года вступили в силу изменения федеральный закон номер 214, который изменили строительную отрасль. Насколько я понимаю, для Альфа-банка такие перемены неожиданностью не стали. Вы занимаетесь финансированием застройщиков, накоплен определенный опыт. Вот какова сегодня ваша практика, как вы работаете с искровых счетами? Мы со строителями начали давно работать и по кредитованию, и по проектному, еще в старой логике, и по оборотному кредитованию, и по кредитиву мы работали, когда физлицы покупали квартиру через кредитивы. Есть понимание рынка, понимание имен на нашем новосибирском строительном рынке. Сам рынок новосибирской интересен Альфа-банку. Мы его оцениваем, если здесь город Новосибирск, наверное, третий в России по емкости и по динамике. И вообще мировая тенденция к тому сходится, что люди стараются в какие-то крупные центры переезжать, и это такая неизбежная ситуация. Поэтому нам рынок новосибирска строительно интересен, и понятно, с изменением условия работы на рынке мы тоже предложили продукт по проектному финансированию. Мы активно идем в эту тему. Вообще в целом Альфа-банк выделил, у нас есть крупный бизнес, кто давно уже работает с большими игроками федеральным по проектному финансированию, есть средний бизнес. И в среднем бизнесе была выделена отдельная проектная команда, которая занималась именно развитием этого продукта. И в том году мы одобрили порядка 15 сделок на достаточно серьезную сумму по всей регионам России, в том числе в Новосибирске реализуем. Поэтому для нас это интересно, и мы в эту тему идем, тем более мы параллельно запустили в том году ипотеку, не только в России, но и в Новосибирске. И понятно, мы идем с двух сторон. С одной стороны мы кредитуем застройщиков, с другой стороны мы кредитуем рынок новостройки, вторичного жилья в том числе. Опишите вкратце схему строительства при проектном финансировании от Альфа-банка. Насколько она удобна? Чем отличается от аналогов? В чем наше отличие? Мы там массово не заходим на рынок, поэтому для каждого клиента у нас индивидуальный подход. И много таких фишек, которые не укладываются в какую-то продуктовую логику. Допустим, мы можем дать денег на покупку земельного участка. В принципе, до начала проекта под залог этого участка 50% стоимости. Мы очень гибкие по ковенантам, по графикам выборки, по гашению, по составу поручителей, по самим договорам. То есть такой продукт, где надо каждому объекту стройки, там же весь риск на проект, подойти индивидуально. Понять, какой спрос, период строительства, период гашения, просчитать все риски вместе с застройщиком, уже там выдать адресное предложение конкретно для этого застройщика. То есть мы тут как бы пакетного предложения, в отличие, допустим, от других конкурентов, мы не делаем, чтобы именно максимально, с одной стороны, быстро, с другой стороны, максимально индивидуально подойти к каждому проекту. А быть такими гибкими вам позволяет что? Такое глубокое проникновение в этот рынок? То есть вы всех хорошо знаете, изучили или это вот именно… Скорость принятия решений, альфа, ну, ключевая наша компетенция и там конкурентная преимущество, скорость принятия решений. То есть мы быстро делаем термшит, договариваемся о базовых условиях, буквально в течение недели может. Потом уже там принимаем решения за следующие две недели и уже идем в сделку. Плечо очень короткое от людей, принимающих решения, до клиента. Андрей, помимо вот этой скорости, которая, я знаю, помню, вы всегда говорили, мы бегаем быстрее. Вот в чем преимущество Альфа-банка для застройщиков по сравнению с крупными государственными игроками? Понятно, что вы тут в жесткой конкуренции? Ну да, скорость, индивидуальные условия, вот я уже сказал, да, то есть мы там каких-то прям… Есть, конечно, базовые версии там участия, там минимум 10% своими деньгами там и так далее, которые, ну, в принципе, там ЦБ для рынка рекомендовал. Тем не менее, мы можем там любые схемы использовать и миксовать. Можем привлекать какое-то дополнительное обеспечение, если там не хватает средств, можем там с землей как-то, да, поработать. Можем там, в принципе, отказаться от проектного и также в котел прокредитовать, если там видим, что модель позволяет это делать. И есть там еще ряд проектов, которые работают по старой схеме, да, с привлечением дольщиков. Поэтому мы все это миксуем и, исходя из конкретного проекта, делаем адресное предложение. Ну и, понятно, и ставка у нас тоже там гибкая, исходя из тех денег, которые лежат на счетах из крови, мы тоже так же, как ключевые игроки, делаем льготную ставку, исходя из потока продаж. Ну и программу 8.5 активно применяем тут тоже. Поэтому здесь на самом деле гибкость и скорость, наверное, наши основные преимущества в работе с новосибирскими строителями. Запустили ипотеку. Как вы вообще оцениваете сегодняшний рынок новостроек и вот те тенденции, которые на нем происходят? Насколько он перспективный? Не упадет ли у покупательский спрос? Прошлый год был очень хороший, на самом деле. Мы вообще запустили ипотеку в июне, ну активно. К ноябрю мы уже вышли на объем продажи больше полмиллиарда. Ипотеки сформировали там портфель в районе больше двух миллиардов. В этом году задача выйти на миллиард, выдачу в месяц. Но мы чувствуем, что рынок становится тяжелее. Тяжелее, потому что заканчиваются квартиры, которые продавались по-старому. Меньше, в принципе, предложения на рынке. И поэтому здесь помимо стройки, мы сейчас активно идем в рефинанс и критование вторичного жилья. Плюс расширяем наши сегменты за счет того, что мы активно кредитуем предпринимателей на ипотеку. Немногие банки на это идут. Мы активно кредитуем сделки под залог имеющегося жилья, когда клиенту надо на ремонт, либо на какие-то другие свои проекты. Активно кредитуем наших зарплатных проектов. Для нас это ключевой клиент, потому что для зарплатного клиента Альфа-банка все условия по ипотеке будут максимально комфортными. И сам документооборот будет максимально удобным, потому что весь он будет происходить через электронные каналы, через Альфа-мобайл. Долго Альфа-банк не включался в эту ипотечную историю. Почему все-таки увидели в этом потенциал? Не было длинных денег на рынке. Альфа-банк специально под это выпускал обликационные займы очень успешно. Потому что проект, когда ты кредитуешь длинные кредиты, короткими деньгами, ну мы знаем, чем заканчивается обычно. Поэтому Альфа-банк понял, что у него есть ресурсы на это. Он понял, что рынок уже сформировался. В принципе, в России уже люди достаточно ответственно относятся к ипотеке, потому что прошли кризис и поняли, что происходит, если ты не гасишь ипотеку. Как рассчитать свои силы. Как рассчитать свои силы. То есть риски большие потерять жилье, если ты не будешь правильно к этому подходить. Поэтому рынок с точки зрения возвратности интересен, с точки зрения долгосрочной доходности, плюс, понятно, мы для клиентов ипотечников максимально еще добавляем наши дополнительные продукты, кредитные карты, кредитный ремонт, какие-то программы накопления, возможного параллельного. Переводим на ежедневное обслуживание в Альфа-банк своих текущих потребностей. Все это вкупе дает нормальную, хорошую доходность этих клиентов для банка. Принято считать, что вопросы ипотеки в большей степени интересуют физических лиц. Но вы уже сказали, что вот вы как раз пошли в историю коммерческой ипотеки. Насколько она востребована сегодня? Какие объекты недвижимости можно купить с помощью коммерческой ипотеки? Вообще, каковы особенности этого продукта? Я сказал маленько по-другому. Я сказал, что можно под свою квартиру получить кредит нецелевой. И можно в том числе использовать его на бизнес. А действительно, мы запускаем уже в малом бизнесе коммерческую ипотеку, когда предприниматель может купить себе недвижимость коммерческую, оформив ее же в залог. Либо свою действующую недвижимость заложить и получить кредит на хороших стоях на длинный срок. И здесь, понятно, основной риск принимается уже на объекты недвижимости. Такой рынок на самом деле отдельно не сильно развит, коммерческой ипотеки. Потому что все равно эти залоги, связанные с кредитованием малого бизнеса, они в основном участвуют в текущих программах кредитования банков. Поэтому мы отдельно сейчас выделяем такой стрим в банке и фокус, чтобы понять, как этот продукт продавать, найти ниши, найти баланс между ставкой и риском. Поэтому пока тестируем этот рынок. И Новосибирск – 11 пилотных городов. Что показывает вообще рынок буквально в первом месте? Это же очень классная и интересная тема для бизнеса. Возможность взять объекты недвижимости в собственность под довольно низкий процент. Пока непонятно. Мы месяц только запустили. Технология в банке тоже формируется. Я однозначно не могу сказать о каких-то там результатах конкретных, но перспективу видим в этом рынке. И если мы еще добавим сюда программу 8.5, в принципе такая интересная будет история для бизнеса. Давайте про лизинг. Тоже немаловажная тема для бизнеса. Какие среднесрочные задачи перед своим лизинговым бизнесом Альфа-банк ставит? У нас в прошлый год был код каких-то открытий. Мы активно запустили так называемый розничный лизинг. Это лизинг на все, что имеет ПТС. Любая техника, автомобили и так далее. У нас есть отдельное подразделение Альфа-лизинг. Есть Альфа-лизинг большой, который реализует большие сделки по недвижимости, оборудованию. А есть Альфа-лизинг розничный. Тоже на малый бизнес нацеленная история. Да, нацеленный на малый и средний бизнес. Ну там сделки до 150 миллионов. Мы даже там мусоровоза реализовывали, поэтому, можно сказать, даже средний там тоже неплохо реализует свои потребности, там чем удобно. Там основная риск-модель, она принята на предмет лизинга. И требования к заемщикам, они не такие жесткие, как при обычном кредитовании. Насчет этого мы очень активно растем в этом направлении. Также помимо лизинга мы предоставляем дополнительные сервисы по подбору техники, по сопровождению, по страхованию. В комплексе делаем неплохие предложения. И, в принципе, даже в ряде там, по ряду техники у нас первоначальный взнос нулевой. Это позволяет нам неплохо двигаться на этом рынке. И задача в этом году наращивать объемы. И, в принципе, доходность там неплохая для банка. Поэтому такой хороший инструмент. Мы его опробовали, будем развивать. Смотрите, вот три вопроса последних. И я делаю вывод, что Альфа-банк активнее и активнее идет в сферу малого бизнеса и видит там большой потенциал. Вот с вашей точки зрения сам малый бизнес поменялся за последние годы? Почему он стал так интересен вам? Стал ли он устойчивее? Стал ли он быстрее развиваться или набирать обороты? С чем связан ваш интерес? Альфа-банк пошел в малый бизнес уже давно. Мы шли больше как расчетный банк. Сформировали очень большую базу. Новосибирские 20% рынка – это Альфа-банк в малом бизнесе. Сейчас на эту базу мы уже накладываем более сложные продукты. В том числе кредитование, квайлинг, зарплатный проект. То есть мы на действующую базу понимаем, что можем иметь доходность больше, чем раньше имели. То есть вы стали им больше доверять, они стали для вас понятнее, вы увидели их? С одной стороны, да. Мы спускаем продукты, которые были сделаны для среднего бизнеса вниз. С другой стороны, и клиенты поменялись, вы правильно говорите. Клиенты более финансово грамотные, они больше диджитал. И они быстро меняются, очень быстро адаптируются к изменению ситуации на рынке. Очень интересный сегмент. И для банка интересный сегмент за счет того, что накопив большую базу безрисковых клиентов, 90% дохода в малом бизнесе у нас безрисковый. И любой какой-то кризис, он в принципе не отразится на этом сегменте. В отличие, допустим, от каких-то других моделей банков, конкурентов. Поэтому благодаря тому, что есть такая большая подушка безопасности в виде безрискового дохода, можем уже какие-то эксперименты в том числе с рисковыми продуктами ставить. Мы с вами решили пройтись по всем жизненно важным для бизнеса темам. И тут, конечно, мы не можем игнорировать внешнеэкономическую деятельность компании. Последние месяцы в связи с коронавирусом многие, многие новосибирские компании терпят убытки. Вот ощущаете ли вы в этой связи провал по данному направлению? Что касается вообще ВЭДа, то рынок меняется. Компании больше уходят от посредников, стараются сами заниматься ВЭДом. Альфа-банк в этом плане еще в 2015 году принял стратегию по сервисному обслуживанию клиентов ВЭД. То есть мы не только сопровождаем их контракты, помогаем купить валюту, но и предоставляем сервисы по поиску партнеров, по логистике. Отдельный сервис такой в том году интересно запустили. Это так называемый трекинг, когда можно отследить свой платеж к мобилу, где он идет, чтобы быть в курсе вообще ситуации, что происходит с твоими платежами. В этом направлении будем работать, потому что просто предоставлять ВЭД сейчас не так интересно, и ты ничем не отличаешься на рынке. Задача в Новосибирске быть номером один по ВЭДу. У нас доля очень большая, мы замеряли по базе ФТС, мы входим в тройку. Поэтому задача до конца года именно по объемам выйти на лидирующие позиции в Новосибирске. Когда такая острая ситуация по доллару, вот как сейчас, какие-то есть инструменты, которые позволяют бизнесу хоть чуть-чуть себя защитить от нее, что ли, или сделать ее чуть менее болезненной? Ну, понятно, хеджирование, там все вспоминают про него. Последний момент. Есть ряд компаний, которые использовали эти инструменты, они, конечно, сейчас могут спокойно переживать ситуацию. А вот какой процент используют, примерно, хотя бы понять уровень? Ну, процентов 10, не больше, кто кого, какая-то валютная составляющая есть. Ну, бивалютные депозиты компании тоже используют. В принципе, сейчас это будет востребовано, потому что колебания, они способствуют тому, что можно какую-то интересную стратегию выстроить по размещению денег в бивалютный депозит, к привязке, к конвертации, когда тебе не понадобятся либо рубли, либо валюта. Не знаю, мы на самом деле, почему-то вот в Новосибирске так сложилось, у нас, наоборот, много валюты было у клиентов куплено, и они сейчас, как бы, наоборот, на подъеме как-то вот так прошли, в принципе, вот такую турбулентность. Без потерь. Еще с Нового года, вот с продаж, именно осталось, и наши компании, на самом деле, достаточно уже, получается, взвешенно подходят к ситуации, к своему бизнесу, и все равно сами подстраховываются. Как бы это, на самом деле, очень приятно осознавать. Какие-то есть интересные тенденции в плане расширения спектра экспорта, импорта или направлений, может быть, смены? Что-то видите такое вот, что… Ну, медицина, понятно, такая сейчас… Медицинский туризм? Нет, тема на подъеме, медицина, именно производство, да, у нас есть ряд клиентов в России, в Новосибирске, кто активно вот в этом направлении работал, и кто сам начал производить в России, начиная там с повязок, да, заканчивая там какими-то сложными лекарствами, эти отрасли будут на серьезном подъеме, и у них очень большой экспортный потенциал. Понятно, Новосибирск – это не газ, нефть, да, и так далее. Только трансэндроциты экспортируем. Такое направление, как медицина, я думаю, будет в скором будущем развиваться в России. Ну и понятно, продукты питания, да, наши компании, да, в Новосибирске выходили, в том числе на китайский рынок, и я думаю, эта тенденция тоже будет усиливаться, потому что потребитель в Китае становится более, там, наверное, востребовательным, а там все, что связано с продуктами питания, там очень все грустно. Под конец о тренде, который касается бизнеса косвенно, но все же важен. Необеспеченные потребительские кредиты очень популярны в России уже несколько лет, в каком-то смысле они прикрывали вот эту падающую покупательскую способность населения. Сейчас, вот хотя по данным ЦБ, темп роста банковских портфелей замедлился в 2019 году, но он все-таки остается двузначным. И главные продукты здесь – это кредиты наличными и кредитные карты. Вот каковы самые заметные тенденции в этой сфере? Ну да, в том году ЦБ ограничил кредиты доходами клиентов. Это на самом деле, с нашей точки зрения, очень положительно влияет на рынок. Мы еще года два назад перестроились уже в кредиты с низкими процентными ставками для хороших заемщиков. Мы отказались от постковитования, да, все, может быть, слышали, мы ушли там из сетей и не кредитуем клиентов на какие-то продукты, технику и так далее. И понимаем, что вот этот сегмент, где мы кредитуем по нормальным ставкам, это ставка 777, она интересная для финансово грамотных людей, кто взвешенно подходит к своим рискам. И вот эти ограничения ЦБ на нас, в принципе, никак не отражаются. С другой стороны, мы понимаем, что банки, кто в этом направлении работал, они сейчас будут терять рынок. С одной стороны, с другой стороны, будет активно рынок расти онлайн-микрофинансовых организаций. И для нас интересен рынок как с точки зрения клиентов юрлиц. И в Новосибири там ряд компаний у нас обслуживаются, потому что в Новосибирске сложился такой регион, где очень сильно развита IT-сфера. А основа онлайн-микрофинансирования – это модели IT. И там очень быстро растет бизнес. И я думаю, вот эти вот компании, они у банков отъедают рынок, скорее всего. На ближайший год, на 2020, каковы цели Альфа-банка в Новосибирске? За что, так скажем, за какие куски пирога будете активно бороться? Каким результатом хотите прийти к концу? Ключевой для нас показатель – это рост доли рынка во всех сегментах. И в рознице у нас сейчас 3000 новых клиентов ежемесячно появляется. Задача там же – расти, расти и качественной клиентской базой, зарплатными клиентами. А с другой стороны, с точки зрения юрлиц, мы также не останавливаемся, идем в рынок. Мы на сегодня открываем 1000 расчетных счетов в месяц. Задача – наращивать объемы, не останавливаться. Ну и самое главное для нас – важно доверие населению Альфа-банка в Новосибирске. В том году мы стали лауреатами в четырех номинациях премии «Финансовый престиж». И для нас это на самом деле была такая серьезная, наверное, оценка нашей работы в Новосибирске. Поэтому задача – дальше идти в рынок, предлагать нашим клиентам полный комплекс наших услуг, несмотря на ситуацию на мировых рынках и так далее. Потому что Альфа-банк, история помнит, каждый кризис, он свою долю серьезно на российском рынке наращивал, потому что имел такую, наверное, хорошую подушку безопасности, хорошие процессы, адекватные продукты, ну и главное – такую долгосрочную стратегию развития. Андрей, спасибо. Я напомню, в рамках проекта «Высшая лига» мы беседовали с региональным управляющим Альфа-банка Андреем Фишером. Печатную версию этой программы вы можете прочитать в журнале «Статус» и на сайте СИБ-ФМ, аудиоверсия выйдет на «Бизнес-ФМ», а телевизионная на канале РБК. С вами была Юлия Дорн, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok